Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Александр Попко. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Столицы на пожары ИЧС с начала года спасатели совершили более двух с половиной тысяч выездов. За это время на пожарах погибли 6 человек. 20 пострадали. 189 человек, из них семеро дети, удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. А сейчас остановимся на конкретных происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. Начало рабочей недели, к счастью, не тревожило спасателей столицы по серьезным происшествиям. Однако уже к середине недели, как говорится, по закону Вселенной, чрезвычайные ситуации стали учащаться. Так, в среду вечером по номеру 101 стали поступать звонки от взволнованных жильцов жилого дома номер 36 по улице Авакяна. А причиной их волнения стали клубы дыма, вырывающиеся из подвала. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты и смогли предотвратить сильный пожар. Как позже выяснилось, дверь в подвал была открыта, и любой желающий мог беспрепятственно в него проникнуть. Отсюда и масса возможных причин возгорания. Неосторожное обращение с огнем, детская шалость или же поджог. Тем не менее, жильцам дома будет уроком, что двери в подвалы и чердаки должны быть закрыты, а складировать свои вещи и мусор в проходах пожароопасно. Днем в районе улицы Зыбецкое Менчание и гости столицы могли почувствовать себя где-то на пикнике из-за дыма от горящего тополиного пуха вдоль свислочи. Дым был настолько густой, что на телефон столичных спасателей поступило сразу несколько звонков от очевидцев. Огнеборцы мгновенно прибыли к месту и справились с возгоранием, получив в благодарность шквал аплодисментов от наблюдающих людей. Однако стоит заметить, что за прошедшую неделю на тушение горячего тополиного пуха пожарные Минска выезжали аж 23 раза. А причиной подобного стало именно неосторожное обращение с огнем. Брошенная на землю незатушенная сигарета легко становится источником возгорания. Минское городское управление МЧС рекомендует, не пренебрегайте правилами пожарной безопасности в засушливый летний период, ведь сухой растительности достаточно даже маленького окурка, чтобы вспыхнуть и привести к беде. Запланировав поездку на шашлыки, выбирайте разрешенное, а главное, безопасное место для установки мангала. Обеспечьте себя каким-либо огнетушащим средством, бутылкой с водой или огнетушителем. Не оставляйте место приготовления шашлыка без присмотра, а по окончанию готовки залейте угли водой до полного прекращения тления. Не стоит забывать, что в засушливый период вводится запрет на посещение лесов, и устраивать там пикники категорически запрещается. Минск чрезвычайно. Хотим напомнить, что сейчас в республике с целью предупреждения гибели и травматизма детей в летние месяцы проходит акция «Каникулы без дыма и огня». Наша задача и задача родителей проконтролировать досуг детей и каждому из них напоминать основные правила безопасности. Расскажите ребенку, при каких обстоятельствах нужно звонить в службы экстренной помощи. Объясните ему, что в случае пожара необходимо выбегать на улицу и звать на помощь. Ни в коем случае нельзя прятаться в квартире. Не разрешайте своему ребенку самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра малолетних детей. Ежедневно напоминайте своему чаду о правилах дорожного движения. И помните, что ребенок берет пример с родителей. На этом сегодня все. До встречи в следующий вторник. Пока! Минск чрезвычайный.